Я вот, независимость вот этот праздник, отношусь к нему вот как к какой-то личной большой потере. Людей пытаются загнать как в свое время там, в разные времена в страх, чтобы они все время боялись, чтобы они знали, что есть какая-то невидимая, неконтролируемая сила. Но есть еще люди, которые вот настоящие патриоты, не те, которые с кастрюлей на голове бегают и пытаются кого-то чем-то облить в мусорный бак, засунуть, а те, которые платят налоги не за одного человека, а за сотни людей платят и платят им честные зарплаты. Наша политическая сила, когда пройдет в горсовет и станет властью, первым вопросом, который поставят, убрать все борды с города и с области. Здравствуйте, я приветствую жителей Одессы и Одесской области. Меня зовут Марина Аксенова, вы смотрите телепроект «Красное и Черное». В Украине 29-24 августа страна отметила государственный праздник – День независимости. И если ассоциировать это с человеком, обычно к 29 годам – это вполне сформированная личность, имеющая собственные взгляды, цели на будущее и также стремящаяся к независимости – внутренней, финансовой, гражданской. А вот что приобрела и что потеряла наша страна к своему 29-летию? Обрела ли страна и ее граждане те свободы и ту независимость, о которой мечтаем? Тем временем депутаты Верховной Рады Украины во время внеочередного заседания проголосовали за ратификацию меморандума о кредите от ЕС на 1,2 млрд евро. Как теперь трактовать само понятие независимость? Об этом и других горячих проблемах мы поговорим сегодня с гостем нашей программы депутатом Одесского областного совета, оппозиционная платформа «За жизнь» Роман Сенек – гость нашей студии. Здравствуйте, Роман Витальевич. Добрый вечер. Кстати, хотела всегда спросить. На вашей страничке в Фейсбук у вас Роман Витальевич Сенек. Вы такой молодой мужчина. А почему вот так вот себя подаете? Это амбиции зашкаливают или что? Вы знаете, я просто очень давно создал страницу, и тогда еще каких-то таких правил, как это правильно надо было делать, я относил к этому очень серьезно. Вот, знаете, заполняешь анкету, там спрашивают, да, как имя, отчество, фамилия. Поэтому я так заполнил и уже как-то не менял, но у меня есть вторая публичная страница, где я в основном рассказываю о своей такой рабочей жизни. Там у меня уже правильно написано просто Роман Сенек. Поэтому ничего здесь такого нету и каких-то там подсмыслов тоже нет. Ну, понятно. Будем надеяться, что у вас участие в политической жизни нашего региона все-таки как-то будет сдерживать будет и скромность. Хотя амбиции – это замечательный для мужчины. Я стараюсь очень себя скромно вести. Это много, скажем так, из-за того, что, знаете, я молодой политик и попал в политику, уже неоднократно говорил, можно сказать, случайно, благодаря рейтингу партии. Личного рейтинга у меня не было на то время, хотя уже сейчас я уже, наверное, могу сказать, что вот уже меня люди знают, кто-то даже узнает. Поэтому мне это очень приятно, что удалось за пять лет что-то сделать. Но вот никогда себе не позволяю таких вещей, что вот там, знаете, как говорят, корона на голове, еще что-то. Я работаю с людьми, которые работают на поле, которые работают на заводах. И поверьте, они очень сильно четко различают человека, который приехал на пять минут, и человека, который приехал помочь им решить проблему. Ну, вас считают, тем не менее, одним из самых скандальных политиков Одесского областного совета. Вы там и подраться можете, кому-то и рубашечку разорвать. Собственно говоря, и молодость, она пробивается вот так, слов не хватает. Вы знаете, вот все ситуации, которые были, которыми вы называете скандальными, они все были, скажем так, спровоцированы не мной. Я, грубо говоря, всегда защищался. Даже с тем же господином Варивадой, с которым мы подрались на сессии областного совета. Ну, так подрались, это громко сказано. Я как бы просто предошел к человеку спросить, зачем он меня оскорбляет в том же Фейсбуке. Но человек не сдержал своих эмоций. Ну, и мне пришлось отвечать, потому что если не отвечать, то получается, что отсутствие этой принципиальности будет проявляться и в других вопросах. Либо будут восприниматься как слабость? Ну, возможно. Я как бы за это не сильно переживаю, но я просто вот если уже на чем-то стоишь в своем, то стой до конца. А там уже как будет. Вот как-то так. Ну, будем считать, что это была визитная карточка. Немножечко о вас. Давайте вернемся к теме, которая сегодня заглавила для нашей беседы. Это независимость. Вот по-разному воспринимают люди этот день. Кто-то считает, что нужно поминать погибших воинов, отстаивающих, воюющих на границе. Кто-то считает, что это независимость от Совка, СССР. Для кого-то, в общем-то, этот праздник проходит, ну, вообще, собственно говоря, никак, потому что не считает, наверное, внутреннего гражданского патриотизма не хватает для того, чтобы ценить такие государственные праздники. И все-таки, что такое День независимости для Украины, для вас, Роман Васильев? Вы знаете, последние сто лет формирования нашего государства, наши люди пережили очень много событий в истории. Это и Голодоморы, это и Великая Отечественная война, это уже и в современной Украине, скажем так, как распад Советского Союза, это и перевороты государственные, и что чего только не было, это все было на глазах моих бабушек, дедушек, моих родителей, и даже последние события на моих глазах. И я вот, независимость, вот этот праздник, отношусь к нему вот как к какой-то личной большой потере, потому что мне 31 год, я чуть-чуть старше, скажем так, независимой Украины, и знаете, мне так обидно, что вот оно же вроде как все мое, вот все, что я вижу, я часть вот этой страны, и я собственник части этой страны, и мне было вот ужасно обидно, что за эти годы мы, будучи одной из самых сильных экономик мира, все, извините, потеряли, потому что пришли во власть люди, которые просто, ну вот, не знали, чем они занимаются, и решили набивать карманы. Вот один из самых ярких примеров, это Черноморское морское пароходство, которое было вторым в мире, которое начисляло порядка там, ну то есть только судов у них было порядка 300, еще более тысячи дополнительных плавосредств, людей было на этом предприятии 80 тысяч, из них только 26, которые непосредственно на кораблях работали. И это на то время, ну скажем так, оно формировалось там в 60-80-е годы, на время независимости капитал вообще всего Черноморского морского пароходства начислял где-то больше 7 миллиардов долларов, это просто колоссальные деньги для нашего государства. Вот действительно суммы сумасшедшие, я помню, у нас в Одесском порту стояло по три судна с каждой стороны, принимающие туристов, заходящие в наш порт. Вот тогда же не было такой экономической ситуации тяжелой, как сейчас, экономического провала. Для чего это нужно было распродавать? Есть какое-то объяснение? Есть, но вот если почитать историю, почему вообще развалили Черноморское морское пароходство, ну, во-первых, решили, что стране это не нужно, потому что, ну, как бы не видели потенциала, а самая главная проблема, что со дня, грубо говоря, независимости Украины в эту отрасль пришли люди, которые, ну, просто не понимали, на каком месте они находятся и какой потенциал у этого направления, и что наша страна могла бы жить, в принципе, только за счет этого Черноморского морского пароходства. Второе мире. Наш логотип на кораблях знали почти, ну, там, во всех портах мира, поэтому решили просто распродать, потому что не понимали, как этим всем делом пользоваться, управлять. Умные люди, так это же не просто, что оно ушло все в частные руки. Мы начали брать, там, кредиты и заставлять в заставу суда, потому что, ну, вот, казалось, что вот сейчас деньги придут, а с этим еще надо, там, извините, заморачиваться, какой-то бизнес выстраивать и так далее, и так далее. В результате все развалилось, в результате страна потеряла сумасшедший капитал, потеряли люди работу, это достаточно узкопрофильные специалисты, которых сейчас крайне сложно поискать. Ну, то есть, благодаря Черноморскому морскому пароходству, ну, у нас создались, там, порт Южный, Черноморский, то бишь, страна в этот момент развивалась, потом взяли и все продали. Я вижу эту проблему, представьте себе, 29 лет прошло, а причина одна и та же, просто непрофессиональные кадры, которые не понимают, что им досталось. То есть, Советский Союз развалился, досталось сумасшедшие капиталы, производство, они просто не знали, как их управлять, и просто привели это все в убыток, в результате все распродали. Вот и все. И эта, скажем так, динамика, она даже не остановилась, она, наоборот, развивается. По сей день мы с вами слышим, как распродуют госпредприятия, и просто все дают частные руки. Но если до той темы, то уже идут концессию порты. Концессию идут порты и госпредприятия, и все нацелено только на то, чтобы, то есть, просят минимум, мол, типа, ведите бизнес, платите налоги, и нам от этого, в принципе, будет достаточно. Но при этом можно было делать все по-другому, можно просто набрать нормальных профессиональных людей и приносить прибыль не в частный карман, а в государственный бюджет. А от этого уже формируются и другие отрасли. Та же медицина, то же образование. Лучшее, я не скажу в мире, но одно из лучших было. То есть, гарантии были, люди жили дольше. Сейчас средний возраст у нас у людей, у мужчин там 66 лет, у женщин 70 лет. Ну, то бишь, а раньше было по-другому. У нас самый низкий уровень, потому что медицина не обеспечивает людей. И так эти вот госпредприятия, которые должны, которые раньше пополняли государственную казну, теперь пополняют частный капитал. А частный капитал, ну, скажем так, понимая, что происходит, вообще не видел будущего оставаться и жить в этой стране. Он просто все вывел за рубеж. Вот вам и кризис, вот вам и рост доллара и прочие-прочие проблемы, потому что люди, которые захватили все самое ценное, просто отсюда уехали. Если вернуться к теме о том, что происходит сегодня, и ратификация кредита на миллиард 200 миллионов евро, скажите, пожалуйста, вот тогда просто воровали, а сейчас взамен ставят такие условия, что абсолютно все будет контролируемо извне. То есть спошные наблюдательные советы и в госпредприятия, и в банковской системе и так далее и тому подобное. С другой стороны, если все так воруют, так может быть и правильно, что МВФ выставляет вот такие уже условия. Но не можете вы 29 лет не красть, не можете вы не выводить эти деньги и оставлять здесь. То есть любой кредитор хочет видеть перспективу получения этих денег назад. Так может быть и действительно так нужно поступать? Ну вот на момент получения независимости у нашей страны не было ни копейки государственного долга. Это представьте себе, насколько мощная была страна. На сегодняшний день госдолг уже... Ну было 82 миллиарда. Уже перевалил, да. Поэтому тогда воровали, обворовывали государство, а теперь по этим кредитам обворовывают украинцев. Потому что только у них еще остались деньги. Немного, но чуть-чуть, по чуть-чуть, по копейке обворовывают каждого, и это сумасшедшие деньги. Почему? Потому что когда мы берем кредит, мы берем на себя обязательства. Мы закладываем какое-то госимущество. Мы даем условия, скажем так, под какие-то мегагруппы влияния по тем же тарифам. По другим вопросам. Вы даже вот вспомните последнее после Майдана, когда нам типа Америка выделяла какие-то там финансовую помощь. Вот они нам вроде деньги дали, но они сказали, вы за эти деньги купите у нас поезда, потому что мы их производим, и нам нужно поддерживать свою экономику. То есть, грубо говоря, позитивы от этого достаточно косвенны. Да если бы еще деньги направлялись в какие-то стратегические отрасли, где они бы хотя бы через 5 лет приносили прибыль. У нас на примере города Одесса, мы знаем, что у нас уже 3,5 миллиарда кредита. И каждый раз Министерство финансов согласовывает эту позицию. А для того, чтобы ее согласовать, они спросят один вопрос. Сколько прибыли вы получите от этого кредита? То бишь, целевые деньги просто потратить на ремонт, извините, там, тротуаров. Крыш, лифтов, тротуаров. Под это кредиты не даются. Кредит дается для органов местного условного управления только для того, чтобы в результате ваш бюджет дополнительно чем-то пополнился. А у нас получается, мало того, что мы каждый месяц выплачиваем сумасшедшие проценты, так мы еще и тело кредита еще не гасили. А за это все потом будет рассчитываться каждый Одессит. Потому что у него заберут сначала дом Русова, потом заберут еще какое-то, извините, самое ценное, что у нас есть в городе. И вот в результате все, что у нас в городе есть, станет частным. И каждый человек, который раньше мог пользоваться это как общественным, ему придется за это платить. Поэтому нашу страну загоняют в эту долговую яму, и нас, вероятнее всего, ждет дефолт, потому что экономика не развивается. Только за последние 10 лет наша промышленность по индексу промышленного производства, этот рейтинг делается по всему миру, упала на 22%. Это аргументация есть разная. То есть первая причина – это отсутствие Донбасса, Луганска и Крыма. Но главная причина, то, о чем я говорил, это то, что элита, которая существует в нашей стране, не видит своего будущего в этой стране. И все, что она здесь зарабатывает, она все выводит в офшоры, в более стабильные страны, потому что главная проблема – это судебная система, которая не защищает ни одного инвестора, ни одного бизнесмена и так далее. Поэтому то, что происходит в нашей стране, оно имеет, скажем так, прогнозированный финал. Ждет в страну глобальный и очень тяжелый кризис. Как мы с нее будем выходить? Потому что за экономическим кризисом всегда идет политический кризис. И я не уверен, что… У нас, по-моему, один сменяет другого. Политический в экономический, перейдет опять в политический и углубляется экономика. Я честно вам скажу, может, я там сейчас скажу глупость или вещь, за которую меня можно будет потом к чему-то привлечь, но я скажу, что я не верю, что следующий политический и экономический кризис суверенит от Украины выдержит. Мне кажется, что такая, скажем так, разница и разня людей на политической почве, на вопросах, которые манипулируют людьми, язык, история, культура и прочее, настолько людей разделили, что люди уже хотят покоя. И они хотят этого покоя независимо уже в каких границах… О, вы потребили слово «независимо», вот именно что? Независимо, да. Люди хотят простых вещей, просто хотят получать нормальный соцпакет, хотят нормальную пенсию и зарплату, хотят честных, справедливых условий, хотят, чтобы возле их дома, в их подъезде было чистое, и чтобы они чувствовали себя в безопасности. Ничего этого у наших людей нет, вот вообще ничего. У наших людей есть только время, трудоспособное время, когда они… Еще могут что-то дать, потом они не нужны. Да, а потом они никому не нужны. Люди, которые поотрабатывали по 50 лет на заводах, их пенсия не позволяет им даже заплатить за коммуналку. Это ненормально. Вы, ребята, тратите миллиарды гривен на ненужные вещи, на те же наблюдательные советы, на эти сумасшедшие зарплаты для чиновников по 2 миллиона гривен в месяц, при том, что у вас сидит, извините за выражение, народ, который просто хочет нормально есть, и хочет как минимум купить качественную таблетку, чтобы была возможность, и хочет честного тарифа. Ну почему так случилось, что страна с таким потенциалом, у которой есть, извините, все для того, чтобы потреблять свой газ, она его покупает. Она не просто покупает, она его покупает вроде как европейский, но это тот российский, который сначала идет в Европу, потом приходит в Украину, и мы платим за него, как, извините, как за золотой газ. Разве это нормально? Сейчас будет легче, вот согласно новым правилам, вот этого меморандума, сейчас уже газ могут поднимать, ставить свои рыночные тарифы, и тарифы поднимутся. Вы знаете, вот у нас есть один в Одессе, в Одесской области монополист газовый, и сколько себя помню, ни разу легче или дешевле для нашего гражданина никогда не было. Зная, как они умеют угрожать людям, и как они умеют уничтожать альтернативные предприятия, которые только выходят и предлагают людям ниже цену, поверьте мне, все это закончится тем, что будет один и тот же монополист, и на этом все закончится. Поэтому никакой у нас независимости нет. Нашего человека, нашего гражданина обложили со всех сторон. И поэтому он справедливо иногда выходит на митинги, иногда даже на Майданы и так далее. Почему? Потому что каждый новый президент, у нас, конечно, не такая ситуация, как в других странах, где президенты задерживаются на слишком долго, но каждый новый приходит вообще без цели что-либо сделать для страны. Каждый новый приходит только для того, чтобы обеспечить свой круг доверенных лиц, друзей, семьи. А может быть, он просто не может уже справиться, что коррупция со всех сторон, он становится в центре, тут выявляется группа влияния, тут выявляются внешние какие-то давления. Как говорят народе, было бы желание взять просто банальный пример Сингапура или даже каких-то более простых стран, ну, практика показывает, что все возможно. Главное просто иметь политическую волю и попробовать хотя бы с этим побороться. Давайте Одессу возьмем, посмотрим. Вот смотрите, вот День независимости, нападение на людей вашей политической силы. До этого было нападение на 9 мая на партию Шария. Мирные, абсолютно мирные манифестации, мероприятия, которые проводят оппозиционные силы. Почему так возможно, чтобы в нашем городе государственный праздник не дают даже журналисту в прямом эфире общаться с гостями незапрещенной политической силы? Да, вот вы знаете, вот, наверное, это, если так углубиться, это и есть самая большая проблема, которая сейчас существует. Даже не вопрос экономики, не вопрос, там, правильного распределения ресурсов и так далее, а вот вопрос тому, что просто людей пытаются загнать, как в свое время, там, в разные времена в страх, чтобы они все время боялись, чтобы они знали, что есть какая-то невидимая, неконтролируемая сила, в которой можно все, и ты должен молчать и, извините за выражение, кушать то, что тебе преподносят власть имущие. Вот это главная проблема. Но меня, как, знаете, молодого еще, может быть, достаточно оптимистичного человека радует то, что наш народ все-таки недолго терпит власть имущих, и если они себя характеризуют как люди, которые нацелены только на личное обогащение, а не страны, они не ждут, а выходят и требуют то, что им положено по закону и то, что им досталось от родителей, от бабушек, дедушек, которые все это создали. Поэтому вот эти нападения – это проявление слабости. Это слабость или это страх? Это разные вещи. Потому что слабость – это одно, а вот страх перед тем, что теряешь власть, что появляются силы, которые набирают достаточно высокий, ну, уже процент в этом городе. И это держится человек за власть? Любовь, он боится. Однозначно, это больше страх вызван, наверное, слабостью, потому что они понимают, что они не способны ни на что повлиять, им нужно просто людей пугать. Это страх, страх потерять все, страх уйти в отставку, страх потерять свой бизнес, свои капиталы, страх перед людьми показать, что у них действительно есть, что они наворовали, на ком это все записано и так далее. Это страх, поэтому они прибегают вот к таким мерам. Но оно все вылазит боком. Рано или поздно найдется поколение или найдутся люди, которые смогут дать под зубами даже таким. Просто мы молодая страна. Мы действительно еще, ну, вот только, знаете, проходим разведку боя. Мы все время ошибаемся, становимся на одни и те же грабли. Мы уже заплатили слишком дорого, но мне кажется, все-таки есть позитив. Вот самое страшное, чего боюсь, это то, что не останется у нас трудоспособного поколения. Оно все из-за того, что загнали всех под черту бедности, убегает для того, чтобы просто жить чуть-чуть лучше. Та же Польша, та же Клубника, та же Испания. Люди наши работают на самых простых, извините, ну, таких вот сложных работах, но при этом зарабатывают приличные деньги, еще умудряются переслать эти деньги в Украину, кормить здесь семьи, которые остались здесь. Поэтому вот сейчас самое страшное. Умы уезжают, руки уезжают. Люди, которые вот создают экономику. Вот недавно поляки провели анализ и показали, что благодаря украинцам, то есть Украина, грубо говоря, за последние годы там повышает ежегодно ВВП Польши на 7%. Это сумасшедшие колоссальные цифры. Ну, как так может быть? Почему? Да все просто, потому что там платят нормальные деньги. А у вас никогда не было желания самого уехать? Вот так просто уже думать, господи, я действительно могу жить спокойно, привести семью, дать им хорошее образование. Вы достаточно профессиональный, квалифицированный специалист. Знаете, управление, бизнесмен. Вы знаете, как-то... Вот честно, только Роман Витальевич. В вашем эфире как-то один из гостей сказал, что если бы я жил или родился в Германии, я бы, наверное, там руководил заводом «Мерседес». Может быть и так. И в глубине души я бы хотел. Но я, честно вам скажу, меня очень сдерживает какой-то такой дух патриотизма. У меня здесь семья, у меня огромная история, у меня богатейшая огромная страна. Я бы хотел реализоваться здесь. У меня есть мои коллеги, депутаты, в том числе бизнесмены. Практически все, кто занимается бизнесом, они все честно платят налоги. Они не выводят свои деньги в офшоры. Они честно платят зарплаты людям, не в конвертах. То есть они пополняют эту... Я очень горжусь тем, что есть такие люди, что они действительно развивают, они еще надеются. Хотя у них есть финансовые возможности вот просто управлять извне и говорить, там вот как есть, так есть, деньги все сюда. И я живу в Вене, здесь все чисто, порядочно. Тут есть полиция, меня здесь все защищают. И можно было бы и так. Но есть еще люди, которые вот настоящие патриоты. Не те, которые с кастрюлей на голове бегают и там пытаются кого-то чем-то облить, в мусорный бак засунуть. А те, которые платят налоги не за одного человека, а за сотни людей платят. И платят им честные зарплаты. Вот хотелось бы так. Уехать за границу, вот я всегда, когда там бывал, мне, скажем так, только Франция пригляделась по духу. Вот я бы мог жить. Вот мне кажется, что мы близки с французами. Но так, чтобы вот хотелось остаться, никогда. Мне кажется, нас там никто не ждет, и мы там никому не нужны. Но, честно сказать, люди уезжают. В Штаты сейчас уезжают. У нас очень большой, извините, потенциал в IT-сфере. И наши молодые ребята, которые шарят в этом круче всех, они едут, потому что там ты только заходишь в компанию Google, тебе только за подписание контракта платят 100 тысяч долларов. Потом у тебя еще приличная зарплата, и потом у тебя куча всяких бонусов, возможностей для того, чтобы жить и развиваться. У них есть другая проблема. Они скучают за Украину, и они все равно потом возвращаются. А Украина не видит этого потенциала и не создает что-то для этих айтишников. Я уже думал, когда, не знаю, возьмем власть в городе, надо для них создать вот, сейчас говорят, Черноморец продают или уже продали. Да, его уже вроде продали, теперь уже вроде судится с американцами. Вот его надо выкупить и с него сделать IT-хаб для наших ребят, чтобы вот просто дать им бесплатно возможность иметь там рабочее место, это коммуникация сумасшедшей. Эти ребята бы, как вот белорусы, сейчас у них там печальные события, но в Беларуси айтишники зарабатывают сумасшедшие деньги, они создают игры, программы. Почему у нас этого нет? Почему сюда приезжают ребята с Германии и просто, извините, вырывают с руками наших айтишников, дают им по 5-6 тысяч евро зарплаты, и они отсюда уезжают? Вот так. Вот, к сожалению, ничего не делается для того, чтобы население оставалось здесь. Делается все, чтобы оно отсюда уехало. И это печально, потому что нету, не понимаешь, даже если сюда у руля станут адекватные люди, не понимаешь, какими руками все это возводить. Вот так. Давайте вернемся к выборам, вернемся к Одессе. И вот я затронула тему того, что на День независимости было нападение на представителей вашей политической силы, причем прямо в прямом эфире одного из телеканалов. Но, тем не менее, еще есть такая внутренняя какая-то такая война с оппозиционерами. Вот ваша политическая сила, вы получили борды для пиар-компании, своих слоганов, показать своих представителей, кто будет идти по спискам или по каким-то там участкам? Ну, одним словом, у вас есть ваши политические силы борды? Я знаю, что многим это не позволено делать. Нет, дело в том, что все борды, которые находятся в Одессе, принадлежат, ну, грубо говоря, может, и не прямо, но людям, которые полностью подчинены господину Труханову. Мы не имеем никакой возможности, потому что все компании, которые предоставляют такие услуги, они нам отказывают, негласно говоря о том, что, ребята, извините, ну, как бы на вас табу. И мы не можем повесить ни одного борда, и, может быть, даже это хорошо, потому что... Не будет вызывать раздражение улыбающиеся лица на каждом углу. Да, и в этом плане, и это достаточно дорогостоящая, скажем так, реклама, которая, ну, не всегда себя оправдывает. Если вспомните, когда-то господин Труханов висел на каждом углу за оппозиционный блок, и этот оппозиционный блок пролетел как фанера над Парижем. Поэтому тут главное другое. Наша сила в том, что мы общаемся с людьми. Мы приходим, мы общаемся, люди нас в лицо знают. Люди знают, что мы сделали, чего мы достигли, и что мы можем сделать. Поэтому, именно поэтому, как бы кто ни старался, как бы нас не пускали на какие-то телеканалы, не пускали... Я помню, как на прошлых выборах мы повесили, то есть договорились, повесили в пешеходных переходах наши банера, через час городская власть их всех сняла. То бишь, как бы они ни пытались нас там хоть как-то спрятать от людей, нас-то они убрать не могут. Мы просто все равно идем и с людьми общаемся. А то, что есть определенный админный ресурс, которым они пользуются, да, он есть. Поэтому наша политическая сила, когда пройдет в Горсовет и станет властью, первым вопросом, который поставят, убрать все борды с города и с области. Это опасно, это никому не нужно, и в цивилизованных странах такого уже давно нет. А как же реклама? А вот так. Извините, никак. Потому что на сегодняшний день из этих билбордов одни сплошные аварии. Город превратился в один большой, извините, какой-то маркет билбордов. Не можешь проехать спокойно, деревьев уже не видно, потому что на каждом углу стоит борт. Ситилайт, еще какая-то, извините, ерунда. Экранов понаставляли. Ну, вот знаете, вот город красивый, ему столько лет. Кто только не строил такая архитектура, а мы только видим одно и то же. Борды, ситилайты, борды, ситилайты и больше ничего. А еще как к этому всему. Возьмем наши маршрутки, которые ездят, все расклеены в бог знает что. Ну, просто, просто уродство. Смотришь на все, трамваи, троллейбусы, да боже. Поедьте в любую другую страну европейскую и посмотрите. Вы увидите хотя бы один трамвай расклеенный? Или один автобус городской, который вот коммунальный, который... Нету такого. Есть какой-то эстетический вид. Посмотрите на рекламу, которая у нас в городе. Да плевать всем вообще на то, на каком здании находится эта реклама. У нас на Привозе есть один такой магазин, я удивляюсь, у него название магазина написано 18 раз. На вот, на 10 метрах фасада. А весочек дадите, мы подснимем. Да, я вам покажу. Это, я не знаю, можно ли говорить, потому что, может быть, реклама будет называться. Но просто вот уродство. И это уродство находится в центре города. Никто вообще не следит за рекламой, которая вот вывешивается. И он просто даешь 300 долларов, это такса, которую все знают. И какую хочешь рекламу, такую рекламу и можешь вставить, и ничего проблем. Пусть она светится. Иногда бывают такие рекламы, в которые ты едешь, и ты не понимаешь, это светофор зеленый или это аптека зеленая. Да, кстати, вот это, кстати, тоже мне очень часто, как водителя, всегда пугает. Зеленые аптеки, либо красные, и теряешься, что это абсолютно верно. И ты иногда даже теряешься, потому что ты не понимаешь, потому что нету какого-то единого облика. Вот такую вывеску, и все. Хочешь вешай, хочешь нет. Никаких вот этих вот, потому что это некрасиво. Красота заключается от реставрированных зданий, которые, извините, реставрируют только те здания, которые им же и принадлежат, а не те, которые нужны. А, ну, нет порядка, и его не будет, потому что все нацелено, так же, как и в общем стране, все 29 лет. Просто ребята, которые знали, как это все делалось еще с 90-х, они просто грабят, они разворовывают, они берут за все. Вот я себе, я даже сколько раз говорил, ну, неужели мы же с вами живем в Одессе, мы каждый день платим какие-то налоги. Неужели мы не заслуживаем, чтобы хотя бы город Одесса для Одессита сделал бесплатную парковку для автомобиля? Или бесплатный пляж для человека? Ну, хоть что-то для Одессита сделайте бесплатно. Ну, неужели мы платим сумасшедшие деньги? Вы за эти деньги делаете все, что хотите. Вот вы зарабатываете на брусчатке, вы своими компаниями строите асфальты дороги, вы делаете все, что хотите, вы распродаете склоны. Ну, дайте хоть что-то людям бесплатно. Мы-то, ну, это наше все, это не ваше. Они этого не понимают. И рано или поздно, вы вот, поверьте, я искренне верю в то, что их вот эта такая достаточно облачная уверенность в том, что они будут всегда, она сыграет с ними злую шутку. Никто еще не выходил с этого, все заканчивали. И их время политической жизни тоже закончилось. Роман Петальевич, совсем недавно в одном из торговых центров, я знаю, что был проведен флешмоб, и вы в нем тоже принимали участие, выпили смуглянку в поддержку Максима Ткачука. Да. Многие говорят, что вот на этом мальчике отпиарился, ну, кто угодно, со всех сторон, что это было выгодно, особенно оппозиционерам. Но, по сути, вот если взять, вот столько было заявок, поддержки, протестов. У каждого шел со своим внутренним отношением к этому событию, как его сердце чувствует. Почему так и не было принято никакого решения, никакого движения? Ну, вот единственное, что Разумков сказал, что вот, как бы, оно несправедливо, дети должны быть вне политики. Но ничего не сделано. Да. У нас так все вне политики. Спорт вне политики, культура вне политики. Ну, все время туда приходят политики, они там выступают и толкают, опять же, ту же политику. Почему? Ну, вот тоже оппозицию там часто обвиняют в том, что мы все время критикуем и пиаримся. Ну, прекрасно, ребят, да мы не... да не давайте нам повода пиариться. Да сделайте так, чтобы это было нормально. Чтобы прицепиться было не к чему, да? Да, так вот президент выйдет и скажет, вы знаете, беру на себя полную ответственность. И беру Максима, и сам его отправляю на Евровидение. Вот за то, что наши идиоты, которые сидят у нас там в кабинетах, допустили такую глупость, что они по каким-то политическим, извините, мотивированным вещам не дали возможность простому, обычному ребенку, сироте, которого нету родителей, поучаствовать в конкурсе. Ну, вот объясните мне, кто... Тут вопрос даже не в Евровидении. Кто возьмет ответственность за будущее этого мальчика? А если бы... ну, мы же знаем, что Евровидение – это определенный толчок для любого певца, который сначала, если он выигрывает, у него появляются концерты за концертами. У него появляются контракты, конечно, турне, да. Там появляются деньги, и как-то человек развивается. Это шанс. Вот этого шанса ребенка реально лишили. И сейчас я, честно бы, хотел, чтобы Зеленский сказал, вот я свою зарплату буду тебе отдавать, потому что мы вот такие негодяи, потому что ты, может быть, даже бы и выиграл, потому что от тебя уже знает вся страна, и уже пол мира, и пол Европы знает, потому что, ну вот, мы столько ошибок допустили, что, к сожалению, пришлось вот таким образом тебя распиарить. И у него действительно большая поддержка. Ну, как так может быть? И сейчас главное, знаете, ну вот, что самое обидное, ну, или, может быть, даже это хорошо, вот бабушка, которая есть у Максима, они не хотят с ними судиться. Вот они понимают, что все это бессмысленно. Это только нервы, это испортить ребенку эти нервы, заставить его переживать, его ввязывать в это все. И, вы знаете, вот такие моменты хочется всячески поддержать. Не только морально, но и финансово, и, боже, как-то помочь человеку где-то в этом плане реализоваться. Вот приходится людям, которые, как они говорят, пиарятся, исправлять ошибки тех, кто навредил. И вот почему так? Потому что мозгов нет. Вот кого вы там видите? Мы уже убедились. Мы раньше говорили, да ничего плохого нет, что они пришли с шоу-бизнеса и так далее. Вот они же-то тоже люди, они там разберутся и так далее. А оказалось, нет, такие же, абсолютно такие же подонки, как и предыдущие, которые просто думают о себе, думают о своих там друзей по кварталу. Одни билеты продают, другие глав полиции по областям называют и так далее. Но уверены, что у них высокий процент, уже не 73, рулит 8, насколько так можно судить со стороны. Оно абсолютно, вот реакция людей абсолютно адекватна и очень хорошо, что она быстрая. Потому что впереди местные выборы. И если раньше говорили, что в Одессе у зеленых есть там уровень 25, то сейчас они еле-еле 10 натягивают. И это нормально, потому что люди, знаете, тоже можно было обвинить нашего избирателя. Но с другой стороны, он надеется на лучшее. Он думал, что это будет лучше. Но рано или поздно он придет к тому, что надо выбирать тех, кто действительно разбирается в вопросах, кто разбирается в проблематике, кто может что-то делать, у кого есть опыт, что-то сделал когда-то. И вот этот вот симбиоз молодости и опыта, он должен привести к рулю нормальных людей, которые хотя бы, хотя бы удосужатся написать программу. И по этой программе пройтись хотя бы 5 лет для того, чтобы хоть что-то в результате было. Вот я, например, мне посчастливилось в областном совете быть с Белгороднестровской избранным вместе с двумя коллегами Чередниченко и Андрей Инков. И у нас была программа на эти 5 лет. И в этой программе главным пунктом программы был стадион. Городской стадион, единственный большой стадион, который был в разрухе. И мы за эти 5 лет этот стадион построим. Мы его уже практически заканчиваем. А потом скажут же, что это большая стройка. А потом скажут же, что это большая стройка, что это сделала Федор Нагинок, или потом и какой-то очередной губернатор. Туда приедут все, поверьте. Но люди знают, кто это сделал. И поверьте, оно отразится потом на результатах выборов именно в Белгороднестровский городской совет, в областной совет. И это главное. Все остальное, вот это вот наши люди умеют различать подонков и нормальных людей. Последний вопрос. Вот, скоро день города. На фоне роста заболеваемости COVID, как можно воспринимать вот эти концерты на Потемкинских лестницах? Как можно воспринимать работу ночных клубов? Тут нам говорят, такая статистика, что уже открывается даже в нашей области, в городе, больнице второй волны. Почему власть местная полностью игнорирует президента, министра? Почему отсутствует вертикаль? Как можно руководить страной, если твоим пожеланием, либо рекомендацией просто пренебрегают? Ну, это то, что называется пир во время чумы. Знаете, вот я понимаю ослабление карантина или возможность для бизнеса, который платит налоги, который, ну, скажем так, не закрывается и ежемесячно платит зарплату людям, платит какие-то другие, там, скажем так, налоги. Я понимаю, что такое для них, это важно, и это для экономики важно. Но когда у тебя по две тысячи заболеваний в день, и ты понимаешь, что это не 300, не 100, как было в начале, когда все сидели по домам, а это уже две тысячи, и вы разрешаете проводить концерты в это время, которые не приносят никакой прибыли, ничего. То есть вы просто тратите бюджетные деньги на сам концерт, и вы потом потратите еще миллионы гривен на то, чтобы вылечить тех, кто там заболеет. Логики в этом никакой нет. И опять же, трусость, слабость, бесхребетность центральной власти, которая не может запретить эти мероприятия. Мы все любим Одессу, мы все хотим отпраздновать ее день рождения, но не время, вот честно, лучше посидеть дома и посмотреть какой-то концерт по телевизору, я не знаю, организуйте его даже в том же оперном или на любой другой площадке без зрителя, чем потом лежать в больнице с аппаратом ИВЛ и бороться за жизнь. Многие просто, ну вот, несерьезно к этому относятся, и многие попадают и потом жалеют об этом. Я уже знаю несколько случаев, в которых люди говорили, да, что там тот коронавирус, никто это где-то все выдумали, а потом клац и лежат, и не просто лежат, лежат в реанимации, потому что вот так вот безответственно относились к этой ситуации. А на сегодняшний день, почему ведет себя так городская власть? Да по одной простой причине, выборы. Это прекрасная возможность выйти на сцену, монополист этой сцены, один человек выйти на сцену и сказать, всех вас поздравляю, мы победим, я с вами, и все такое, и сказки, и все, в общем, будем слушать столько интересной лапши, что не просто концерт послушаем, еще и покушаем, понимаете? Поэтому только из-за выборов они подставляют себя, рискуют, и вот только единственное, что их мотивирует, это голоса избирателей и следующие пять лет, чтобы, не дай бог, кто-то их не оторвал от корыта. А президент молчит, вот просто глотает это все, и плевать он хочет. Ну, я не знаю, вот знаете, когда говорили, что Авакова оставили только для того, чтобы там страна не развалилась, еще что-то. Ребят, вы все в доле, вы все в теме, вы зарабатываете на всем, вам глубоко плевать, что будет с этим народом. Вы просто знаете, что вам осталось там еще чуть-чуть, и вам либо импичмент объявят, либо вас снесут, как снесли Януковича. Януковича. Поэтому вы делаете свое дело, просто пытаетесь это спрятать. Ну, вы уж думаете, никто не понимает. Да все понимают. Все понимают, что вы делаете. Вы там прикрываетесь, вылыки, будивны, еще какая-то история. Только вы не рассказывайте, сколько вы денег забираете у людей на это все, сколько вы кредитов берете. Из того же ковида. Да, и так далее. Ну что ж, Роман Витальевич, я уверена, что это не последнее наше с вами общение и интервью. Мы еще увидимся. Я желаю вам удачи, потому что впереди у вас тоже сложный период, как и всех тех, кто работает и занимается политикой. Напомню нашим телезрителям, что мы сегодня общались с депутатом Одесского областного совета «Политическая сила. Оппозиционная платформа за жизнь» Роман Сенек был гостем нашей студии. Спасибо. Спасибо вам большое. Здоровья вам. И вам. Берегите себя. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»